Здравствуйте, друзья! Давно уже пришла пора подвести итоги после 30 дней использования фильтра-детоксикатора Гидра, который прислали мне на обзор из aquamagas.ru. Да, все сроки давно уже истекли, но только сейчас дошли руки. Давайте считать данное видео прошлогодним. А уже со следующего ролика произойдёт возврат к родному для многих формату подборки с обзорами рыб и растений. Не поверите, но я этому рад не меньше вас. Ну и запустим в ближайшее время пару аквариумов, в том числе аквариум-флорариум. В данном видео я не буду давать каких-либо рекомендаций, говорить покупать или не покупать данный девайс, а лишь поделюсь своими потребительскими наблюдениями и расскажу своё мнение о нём. Со своего мнения и начну. Работает ли детоксикатор Гидра? Да, но способен он лишь поддерживать параметры на стабильном уровне, которые мы сможем создать подменами и другими доступными способами. Сам по себе, как оказалось, он не способен снизить зашкаливающие, к примеру, нитраты до безопасного уровня. По крайней мере, в объёме около 100 литров. Напомню, это максимальный заявленный объём для этого фильтра. Как покажет он себя в небольших объёмах, я пока не знаю, но обязательно проверю, в том числе и по таким параметрам, как аммиак, аммоний. А это лучше всего сделать на стадии запуска аквариума. Можно было бы искусственно создать среду, но мне интереснее его проверить, как потребителю в аквариуме, а не лаборанту в белом халатике. Поставил бы я себе данный фильтр? Не знаю. Разве что если бы в крае обленился и перестал делать регулярные подмены. Или в качестве основного фильтра в наноаквариум. В большом аквариуме основную фильтрацию он не заменит, этого производитель и не обещает. На мой взгляд, это не что иное, как дополнительный аксессуар для ленивых. Чтобы никого не обидеть, перефразирую. Аксессуар для тех, кто хочет себе облегчить хоть немного такой сложный процесс обслуживания аквариума, снизив регулярность подмен. Скорее всего, я бы просто добавил денег и приобрёл в том же aquamagas.ru внешний фильтр. Сейчас на своих экранах вы видите табличку, которую я вёл практически каждый день, фиксируя параметры воды. Измерения проходили капельными тестами трёх брендов – Nilpa, Tetra, JBL. Nilpa сдалась на второй день, показав все параметры по нулям. Остальные показывали практически идентичные результаты. Естественно, перед установкой гидры я всё замерил, а на второй день убрал один из внутренних фильтров, а их было два. Сделал 30% подмену, грунт не сифонил. Всё это никак не отразилось на параметрах. А затем я ушёл в отпуск. Когда вышел из отпуска, на 10-й день замечено снижение фосфатов. Но тут не берусь утверждать ничего. Фосфаты могли выесть растения, либо не ушли в осадок и тесты их не видят. На 11-й день я сделал плановую подмену сифонкой. И вот уже мы видим положительную тенденцию. Нитраты упали до безопасного для большинства обитателей уровня, а фосфаты подросли. Возможно, как-то отразилась сифонка. Если у кого-то есть другие мысли, то пишите в комментах. Далее всё шло без скачков. Параметры держались на одном уровне. Естественно, какой-то незначительный плюс-минус был, но я указывал в табличке наиболее близкие значения, соответствующие шкале на тестах. Дальнейшее моё действие показало, что гидра действительно влияет на параметры. Я убрал гидру из аквариума, и уже на следующий день нитраты взлетели до 40. Подмен я не делал, и параметры зависли на высоких значениях, что подтверждает неспособность гидры самостоятельно влиять на параметры. Каким образом гидра удерживает параметры, я не могу сказать. Возможно, метод, описанный производителем и показанный мной в обзорном видео, действительно работает. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Далее я планирую запустить нано-кубик, где гидра выступит в качестве основного фильтра. Проверю на те же параметры и на аммиак, и аммоний. А затем, возможно, отправлю фильтр кому-то из коллег, пусть поделятся и своим мнением. Возможно, окажется, что я рукожоп, и фильтр работает на 100%, и я зря к нему так отнёсся. Спасибо всем за интерес, до скорых встреч!